Оппозиция, естественно, и искусственного, вообще, она проходит через всю историю человечества, по крайней мере, с той поры, когда человек начал себя осознавать и как-то формулировать свои мысли. Все знают, что Аристотель писал о фьюзисе, собственно говоря, о природе, и о текне. И текне – это то, что не порождается естественным образом, а то, что сделано. И вот эта оппозиция между тем, что дано природе, и то, что сделано, опять же, человеком, то есть сделано не природой, не дано ему изначально, а человеком, ее можно найти везде. Нет такой области, где бы этой оппозиции не существовало. Образование. Ну, безусловно, это искусственный область, поскольку, как, я не знаю, там, черенок дерева, как какое-нибудь растение культивируется, так культивируется и ученик, которому даются определенные знания. Техника, технология – да. А обычная жизнь вообще нет, так называемой обычной жизни. Все, чем мы пользуемся, все находится, как бы, вся наша жизнь, от колыбели до могилы, и в могиле тоже связана с противоположностью тем, что мы рождаемся, как некие организмы, что мы принадлежим природе, фьюзису, а потом мы становимся частью текне, мы начинаем производить орудия и пользуемся теми орудиями, которые произвели поколение до нас. Ну вот, представление о естественном и искусственном, оно свойственно для нашей обычной жизни, потому что с точки зрения до сих пор, скажем, господствующей морали, несмотря на все изменения, говорят, что этот человек очень естественный, а это очень искусственный. И, скажем, когда говорят, как вести себя, советуют не вести себя искусственным образом, хотя, собственно говоря, прошло столько времени, и созданный, сотворенный нами мир текне, он давно нами уже управляет. Но в разные времена и в разные эпохи, опять же, эта оппозиция, она очень обусловлена историческим контекстом, потому что, как мы знаем, скажем, русоисты, там, 18 век просвещения, казалось бы, идея прогресса, но именно русо, мы обязаны, ну, не технофобии, но, скажем, тому, как бы, таким подозрительному отношению к технике. Вольтер, там, каждый возделывает свой сад. То есть, даже при таких эпохах прогрессистских, которые были нацелены на изменение условий жизни и существования человека, тем не менее, люди по-прежнему придерживались идеи, что лучше жить в естественной среде. И только, пожалуй, вот в 20 веке, и только в 20 веке, и даже, можно сказать, во второй половине 20 века, с появлением мидия, наконец-то и философы, и художники, они приняли эту техносреду в естественную среду обитания. Вот нам Джун Пайк вообще считал, что это наши ландшафты. То есть, фактически, скоро реальные ландшафты нам заменят видео, что мы сейчас и видим, что мы сейчас и наблюдаем. Вот интересный вопрос. Искусственное дополнение или замещение? Ну, наверное, с появлением техне это была и тема другим. С одной стороны, когда появилось первое, там, первый камень выточил человек, чтобы из него сделать скребок, или там взял, как в Одиссеи 2001, там, человекообразный, или там взял, например, кость животного, то это, конечно, дополнение. Это такой технологический процесс, как бы протез, который позволяет человеку выжить. То есть, наверное, вот между созданием новой среды и постоянным желанием имитировать то, что уже существует, культивировать и улучшать естественное, в этом, наверное, и плюсы, и минусы вот этого нового, скажем, искусственного рая. Что является, что хорошо, что плохо? Как известно, очень многие, так сказать, благие цели, они заканчивались катастрофой. Они заканчивались такими ужасными последствиями, которые человек даже себе представить не мог. И вот эта вот его, так сказать, созидательная деятельность человека, она меняет его самого, но непонятно, к чему она его приводит. То есть, может быть, любовь к себе, представление о том, каким должен быть человек, и это никак не воплощается, и поэтому не остается ничего другого, как только разрушить весь мир. Ну, человек довольно стойкое животное, и выдерживал многое, там, эпидемии, войны, природные катаклизмы. И, наверное, вот эту имитацию естественной среды каким-то образом он всё-таки тоже переживёт и выживет. Для чего? То есть, по-видимому, это такая, то есть мы обладаем таким крепким, я не знаю, естественным, хочется сказать, механизмом, но это получится как бы противоречие, естественный механизм, мы бы, как бы, говорим в данном случае с точки зрения механизации. Как известно, как бы, ни параметры человеческого тела, ни температура, ни, собственно говоря, даже, как бы, сознание особенно не менялось на протяжении всех этих тысячелетий и тысячелетий. Но что же происходит сейчас? Человек думает о том, как бы ему всё-таки выжить и как бы ему, как бы, обрести некие бонусы от тех технологий, от той развивающейся технологии, свидетелем которой он становится. Сначала человек думал, что, значит, имплантация. Но, как мы знаем, что об имплантации говорили ещё довольно давно. Ну, там, пример 20 века, это Беляев, Александр Беляев, писатель про имплантологию, которая сейчас стала, в общем-то, почти реальностью. Да, если у человека что-то не так с ногой, рукой, головой, печенью, то это можно заменить, и он будет, вот опять механизмическое слово, функционировать. Но изменит ли это самого человека? В, опять же, научной фантастике и фильмах ужасов мы знаем, что, например, там человек какой-то получает, я не знаю, тело убийцы, или, наоборот, голову, или сердце убийцы, и у него начинают мучать кошмары, он думает, что же с ним случилось. А потом, оказывается, вот так научная фантастика пыталась представить, как человеку передаётся свойство с каким-то полученным органом. Конечно же, это, наверное, не имеет основания, но в этом есть какая-то доля вины. Другой способ – это когда человек перепоручает своё тело кому-то другому. Хорошо, это тело не может бегать, скажем, плавать, тогда либо человек в виртуальной реальности становится. Почему таким стал популярным кинофильм «Аватар»? Как мы помним, что именно вот этот солдат, который не мог, на самом деле, передвигаться и был там покалечен, он совершает волшебные прыжки в этом воображаемом мире. И я даже знаю, что очень, кстати, очень многим художникам он понравился, не буду называть имена и прочее. То есть там, в общем-то, была проведена такая параллель с теми, кто населял изначально, скажем, эту землю. Ну, скажем, известно, что когда проходили великие географические открытия, то люди, которые там жили, они совершенно безжалостно уничтожались, потому что они были другими. Сейчас, когда возникает проблема с усовершенствованием андроидов, не исключено, что именно андроиды станут такими, скажем, жителями вот этой земли, которую человек хочет изменить и завоевать. Поэтому мы видим такой популярностью, пользуются такие фильмы, как «Бегущий по лезвию бритвы», его сиквел, да, и начинается борьба за права нечеловека, non-human. То есть не человек, значит, не живой, не человек – это андроид, не человек. То есть человек, с одной стороны, пытается всех потеснить, всё завоевать и всё использовать, а с другой стороны, он как бы создаёт некое подобие себя. И это желание создать подобие себя, которому можно поручить, с одной стороны, очень такой тяжёлый труд, а с другой стороны, если ты это подобие создал, ты не можешь с ним плохо обращаться. Тогда ты таким образом очень плохо обращаешься сам с собой. То есть ты ставишь перед собой такое технологическое зеркало. Вот эту разницу между естественным и искусственным, мы её всегда обсуждали, отдавая в ту или иную эпоху преимущество тому или другому. Ну, скажем, опять же, XVIII век при всём, при всей любви к прогрессу, всё-таки предпочитал увлечение природой и отвержение техники. В начале XX века природное считалось механистическим. В этом отношении может быть продолжение декартовских идей. Например, в начале XX века человек воспринимался как машина, со всеми положительными коннотациями. Там были плакаты, например, как показывалось, что внутри у него пищевод, который работает как фабрика. И вот эта механизация человека, она, казалось, должна облегчить его жизнь. И если наконец понять, как это всё внутри работает, как все эти трубочки и прочее, и как следует настроить, ведь в это же время тоже возникает, извините, научная организация труда, НОД. То есть как нужно работать, чтобы и силы сохранять, и давать наибольшую производительность. И только вот с появлением, собственно говоря, и с приходом информационной эпохи, вот эта оппозиция механистического, естественного, она поменялась. Потому что в современную эпоху, в общем-то, кажется, что человек совсем отчаялся. Он уже не хочет настраивать машину, то есть свой собственный организм, чтобы он как следует работал. И он хочет вообще отсюда улететь. Меня в своё время поразил фильм «Интерстеллар», потому что там происходит катастрофа, ну как во всяком сай-фае. И что-то нужно сделать. И люди не находят ничего лучшего, как свернуть Землю в трубочку и улететь во Вселенную. То есть это, конечно, поразительно. И так как кинофильмы и, скажем, романы, они на самом деле показывают, в каком направлении двигается человеческая мысль. То есть эту же Землю, этот же газончик искусственный, скажем, его свернуть и воссоздать где-то в межпланетном пространстве, на космической станции то, что мы оставили. То, что мы погубили, скажем, и оставили. Поэтому мне кажется, что вот сейчас именно искусственное оно воспринимается, наверное, как естественное. Особенно вот, мне кажется, последние, скажем, десятилетия с внедрением активной виртуальной реальности в повседневность. Потому что что такое виртуальная реальность? Это как прокламируется, возможность быть везде, возможность быть всегда. И как бы осуществлять любой полет фантазии, то, что человеку хотелось бы узнать, увидеть, побывать и прочее. Но единственное, что в современном мире увлечение, скажем, так сказать, искусственной этой средой и то, что эта искусственная среда все больше и больше имитирует реальную, естественную среду, приводит к тому, что люди все больше и больше отрываются от этой Земли, от этого газончика. И вот опять же, вернемся к этой метафоре, постепенно мне остается ничего, как свернуть землю в трубочку и куда-то улететь даже в своей фантазии. То есть не секрет, что уже в каких-то странах, там, типа в Японии, например, люди предпочитают искусственные бассейны огромные, где имитируется океанская волна. Потому что это опасно. Человек начинает бояться природы, но не так, как ее боялись первые люди на Земле, которые вынуждены были там защищаться, не так, как боялись катаклизма, я не знаю, во время Средневековья или Нового времени, или как боялись там чумы и прочее. Каким-то странным образом, с увеличением доли искусственного, человек воспринимает природу как болезнь. На самом деле, человек сам может быть болезнен от Земли, об этом неоднократно очень многие говорили, потому что все, что он производит на этой Земле, ее совершенно непоправимым образом изменяет, включая там климат и прочее. Но эта боязнь заразится природой. То есть природа, естественно, это какая-то инфекция летучая. Люди боятся, скажем, плавать в настоящем океане, сидеть на настоящем газончике, потому что они не могут его дезинфицировать не только с точки зрения медицинской, они не могут его символически дезинфицировать. Вот эта привычка к виртуальной реальности и к тому, что искусственное полностью заменит естественное, как кажется, приводит к тому, что все, что человека окружает, оно вызывает ужас. Просто оно вызывает ужас. Виртуальная реальность возникла у нас на глазах, технологическая. Стала возможна сегодня с помощью новых компьютерных технологий. С другой стороны, можно сказать, что мы знаем ее уже давно, что все искусство и вообще мир фантазии – это есть мир виртуальной и возможной реальности. Возьмем там обманки на помпейских фресах, в помпеях, на стенах вилл, когда, например, глухая стена, она превращается в аркаду, и там мы видим каких-то птичек, там мы видим ландшафты. То есть фактически это и есть виртуальная реальность, только она сделана другими средствами. Человек, находящийся за глухими стенами, потому что было очень жарко, и стены должны быть глухими, он как будто бы оказывался снаружи. С другой стороны, эта виртуальная реальность, она имитировала то, что он действительно мог увидеть, выйдя из своего дома, эти же ландшафты и этих же птичек. То есть в этом и заключается парадокс виртуальности, что она воссоздает то, что человеку знакомо, то, что он может распознать. Ну вот один из таких, как мне кажется, лоу-тех аппаратов виртуальной реальности, который мне очень понравился, я видела в Звездном городке. Там показывают видео, которое было передано с Марса, экран. И космонавт после длительного путешествия космического, вернувшись, когда он летал полгода или год, его надевают в эти тяжелые скафандры и создает ему ту силу тяжести, которая будет на Марсе. И он должен совершать какие-то простейшие действия. Это имитация. Для чего она создается? С одной стороны, для тренировки, для того, чтобы оказаться и подготовить себя к тому, что ты к чему-то еще не подготовлен, причем подготовить чисто физиологически. Но и одновременно для того, чтобы покинуть вот этот мир, эту среду естественную, где ты рожден, и которая тебе по тем или иным причинам надоела, стала скучна, и тебе хочется куда-то уехать. Вот хватит. То есть в начале века все стремились к увеличению скоростей. И, скажем, пароходы, и поезда сменились самолетами, стали думать о ракетах. Появились ракеты, скорость все наращивалась и наращивалась. А потом стало понятно, что физическое тело уже не может больше, собственно говоря, преодолевать эти скорости. Оно само по себе изменится. И есть некий предел, скорость света, но человек как таковой ее испытать не сможет. Это будет уже не человек. Соответственно, только с помощью виртуальной реальности мы можем представить, что такое быть не человеком. Возможно, в этом смысле это тоже некий тест. Возможно, скоро будут, чтобы учить гуманному отношению к роботам, возможно, скоро в школах будут уроки с использованием виртуальной реальности, чтобы каждый школьник мог почувствовать себя роботом. Ну, чтобы его не ломали, чтобы там вовремя, я не знаю, смазывать их чем-то или нет. То есть поставить себя на место другого. А другой – это механизм. А другой – это не человек. Но он хуман. Другое – это что-то другое. То есть то, что нам незнакомо. Человек так долго все завоевывал и сосредоточился, сосредоточился так долго на своей собственной персоне, что вот, возможно, желание почувствовать себя роботом, чтобы не причинить ему вреда, это будет таким вот не трансгуманизмом, не постгуманизмом, а вот переосмыслением своей роли и судьбы непростого человека, который все время находится на границе искусственного и естественного. Потому что вот он появился как вид, вот он видоизменяется, он меняет условия, он меняет планету Земля и другие планеты для себя. И в какой-то момент он начинает чувствовать ответственность перед тем миром, который он породил. Наверное, изменятся сами параметры, что является естественным. Может быть, скажем, конечно же, идут разговоры и о генной инженерии и так далее, вместе с расшифровкой генома и с исследованием, которым подбираются сейчас ученые по другим параметрам, всякие нейросети и прочее. То есть, наверное, если он может внедриться в свою естественную природу, рожденного как человека, тогда он будет уже сконструирован. Когда мы говорим о трансформации человека и об изменении вообще сферы общения, можно сказать, что человек, конечно же, принимает на себя функцию Бога, к которому он раньше обращался. Теперь он обращается сам к себе. Есть анекдот, который очень любит Слава Жижик, что где-то в туалете написано «Бог умер Ницше», а под ним подпись «Ницше умер Бог». То есть «Ницше умер Бог». То есть, соответственно, мы находимся, если раньше человек должен был обращаться не только, собственно говоря, к своим, к себе подобным людям, но он должен был обзывать к некой силе, которая, как ему казалось, им управляла. То есть обращаться к небесам, говорить о судьбе, говорить о мире по-сю и потустороннем. Теперь человек вынужден обращаться сам к себе. То есть вот он стал для себя сам Богом, наконец-то. Вот его образ. Этот образ удвоен, скажем, всеми этими механизмами, которые мы видим сегодня. И он всё время создаёт сам себя по своему образу и подобию. Он всё время себя заново конструирует. Это ещё называют нарциссическим расстройством, потому что, с одной стороны, кажется, что человек, он наследует эту легенду, воплощает буквально о нарциссе, который сам в себя влюбился, увидев своё отображение в воде. Но человек, наоборот, не может себя увидеть, когда он всё время там делает селфи. И это понятно, что человек себя просто не видит. Он пытается себя найти по кусочкам. Он очень быстро живёт. Мир раздроблен, мир вращается. И никому обратиться, он пытается собрать из этих осколков какой-то хотя бы свой образ и запустить его в мир, хотя он прекрасно понимает, что никому в мире этот образ не нужен. Мне кажется, что мечта человека о самом себе, когда он постоянно меняет аватарки или, скажем, в тех же сетях, на том же Фейсбуке, например, она как раз говорит о том, что у него нет этой мечты, он никак не может её собрать. Он говорит как раз о хрупкости человека. То есть это образ, который человек постоянно меняет. Человек всё время пробует, потому что появился такой механизм, который позволяет ему воплотить некое представление о себе, если раньше эта функция доверялась, например, так называемым мечтам или снам, то теперь он может это сделать. Но суть в том, что всякая фантазия, которая воплощается, она становится несовершенной. И если человек стремится к совершенству, то его ожидает крах на этом пути. И в этом отношении, конечно, повезло только художникам. Потому что, как вот сказала, забыла, как её зовут, она писала про мытью бар немного, только извращенная фантазия спасёт мир. Потому что художник, как бы извращенная фантазия в том смысле, что он вращается вокруг своей фантазии. Он никогда не будет следовать некому стандарту, стереотипу и представлению о совершенстве. Потому что он знает, что совершенства нет. И в этом смысле творчество является неким самопорождающим механизмом. И в этом смысле для людей... Почему люди так неостороженно, особенно в некоторых странах, относятся к искусству? И говорят, что это такое... Вот очень слово они это употребляют, извращение. Не понимая, что... Это слово, наоборот, является очень положительным. Что художник, он не такой, как все. И он очень чётко и очень прямо показывает свои фантазии, которые у него создаются в этот момент. И не старается следовать некому стереотипу об идеале, который возникает в то или иное время. Вопрос о техне искусстве сложный. Потому что, как мы знаем, художники работают с новыми технологиями. Но они всегда работали с новыми технологиями. Появилась масляная живопись, вот новая технология. Появилась камера, видео. Они использовали то, что, казалось бы, не было предназначено для искусства, и стали делать видеоискусство. Появились компьютеры, художники стали работать с программами. Биологи стали задумываться о трансформации видов. И появился биоарт. Художник всегда работает с технологиями. Всегда работает с какой-то технологией, даже если он обращается к традиционной технологии. Но мне кажется, что, конечно, самое важное, что он работает со своей фантазией. То есть фантазия – это то, что можно действительно назвать вдохновением, интуицией. И так далее. Фантазия – это то, что пока превышает и скорость света, и возможность любых технологических приспособлений уже изобретенным человеком. Наверное, фантазия – это самый мощный протез технологический, который нам дан. И это самое быстрое, самое сильное. Как бы все равно, наверное, ну невозможно фантазию сравнить ни с чем. Ни с каким ныне существующим открытием, средством. Не хотели бы, не было бы фантазии о полетах в космос, не пришлось бы, в общем-то, не удалось бы создать ракету. А была эта фантазия, она казалась совершенно, скажем, дикой там. И, как известно, и к Циолковскому как относились, и к Руберту Годриду как относились. И там, ну, в общем, это целая история о том, как смеялись и считались совершенными чудаками людей, которые говорили о чем-то, что сейчас не существует. Может быть, в этом и заключается, скажем, экология будущего и надежда на будущее. Не знаю, можно ли перенаправить эти мечты о будущем, сделать их менее разрушительными, менее агрессивными. Ну, так как я принадлежу к виду человек, и уже, наверное, на протяжении моей отвезенной мне земной жизни ничего уже не смогу сделать с собой, то есть не смогу превратиться как бы в другое млекопитающее, например, хотя бы не говоря уже о том, чтобы стать насекомым или кем-то еще, то мне приходится поневоле оптимистично смотреть в будущее. Но в чем заключается этот оптимизм? В принятии того, что есть, и в критике. Человек остается человеком, пока он сможет посмотреть на себя и на то, что происходит со стороны. И, конечно же, в этом смысле вот маршал Маклювин говорил, что мы живем все в одной большой деревне, и это было хорошо, потому что это была глобальная связь. Теперь в этой большой деревне, как мы знаем, в одной большой деревне все друг о друге знают. И, соответственно, мы везде оставляем свои следы. Все наши пластиковые карты, все наши посты там, во всех социальных миди, они оставляют в этой маленькой, уже ставшей маленькой деревне эти следы, которые не позволяют человеку исчезнуть, превратиться в другого человека. С одной стороны, у него, казалось бы, безграничные возможности, можно поменять пол, национальность, цвет кожи, но вот сделать все там, профессию. А с другой стороны, этот след остается неизменным. Невозможно стереть свой след в этом новом информационном пространстве. То есть этот след не стираем. И это действительно вызывает у людей ужас. То есть была такая пословица, что написано пером, не вырубишь топором, а что написано в информационном пространстве, какой там топор, там вообще не бомбы, даже не уничтожить этого. Вот эти бесконечные архивы, которые мы сейчас с таким удовольствием создаем, они, конечно, человека должны пугать. То есть они лишают его свободы выбора. Потому что даже в традиционных религиях у человека все-таки была свобода стать хорошим или плохим, пойти по дьявольскому пути или, скажем так, по божественному. А когда за тобой этот след тянется, ты уже становишься совершенно... Ты ничего не можешь сделать. И люди с радостью сдают все о себе. Там кровь, пульс и прочее. Вот как раз мы смотрели, Люда, твою работу. За 10 лет до изобретения Apple Watch ты присоединила, как бы показала, как анализ крови все время сдается компьютеру. А теперь все носят Apple Watch, ну, большинство населения, для того, чтобы кому-то сдавать свои биологические параметры. Зачем? То есть это невозможно. Это хуже отпечатков пальцев или, например, ширины зрачка, по которому человек идентифицировали. А мы же все прекрасно помним, что отпечатки пальцев, они используются в криминологии, именно в криминалистических целях, чтобы найти преступника. То есть люди заранее как бы создают полный портрет для того, чтобы их кто-то когда-то потом смог найти и выследить. Выследить их привычки, их предпочтения, там, самого различного рода. И мы все равно приходится смотреть оптимистично на мир. И поэтому, в общем, можно сказать, что тут ничего не поделаешь. Еще вот футуристы, Велимир Хлебников, он говорил, время временится из будущего. А мы все равно приходят время из будущего. То время, в котором мы проживаем. Но мы уже смотрим на него не как будет ли они, а мы смотрим на это приходящее время. Единственный способ, каким мы можем уловить его ход, это не то чтобы отстраниться, но попробовать хоть немножко относиться критически. И немножко сдвинуться все-таки с этой позиции человека и полного доверия к себе как к человеку. Потому что все, что мы делаем, это прогресс, это благо. К счастью, люди от этого отказываются. Выкачиваем полезные ископаемые из земли. Ничего, это нужно для человека. Там создаем озоновые дыры, это нужно для человека. Разрушаем там что-то, космический мусор распространяем. Это тоже нужно почему-то для человека. Об этом наконец-то чуть-чуть человек начинает задумываться. И мне кажется, вот в этом есть надежда, в этом заново в воспитании человека. И так как я не только теплокромная, прямоходящая и человек, но я еще работаю с искусством, поэтому у меня есть еще надежда на такой вид человека, как художники. Потому что мне кажется, художник тот, кто критически подходит вот к тому, что его окружает. Кто сможет, переосмысливая мир, он дает нам сигнал и какие-то прогнозы на будущее. Не надо идти к аналитикам, типа экономистам, или там хорошо экологи предскажут, как будет разрушаться там наша планета Земля и прочее. Посмотрите внимательно. Посмотрите внимательно на то, что делают художники, и вы увидите, во-первых, что происходит, как или как с этим можно справиться. И таким образом еще заглянуть в самого себя. Опять же, скажем, в тот момент, когда человек утрачивает коммуникацию с себе подобным и начинает создавать свои подобия, будь в интернет-реальности или андроидов начинает штамповать для различных целей, будь то, чтобы служить его помощником в различных областях, в этот момент человеку нужен какой-то экран, на который он может посмотреть и остановиться. И я верю в искусство.